всем привет вкратце начнем рассказывать о записи записали сегодня барабаны все элементарно просто маленькая установка использовали обычный стандартный сетап из микрофонов аудиотехника стандартный сет для ударных вот единственное что на бочку поставили 112 и кг любимый именно с этой бочкой старенькой он так хорошо звучит для оверхедов как вы обратили внимание используется 57 и m57 типа нейманы посмотрел опять же у друзей ну и действительно для вот переглушенного помещения они очень хорошо дают объем сохраняют от от установки можно сделать суши можно сделать мокрее то есть в них у них уже есть какой-то общий такой звук хороший пробовал их ставить сзади барабанщика вот направлять со спины на на установку тоже дает неплохой результат а кто-то ставит там из одной точки в разные стороны вот при такой расстановке немножко есть противофаза там бывает 180 бывает не бывает 180 но вот сегодня переворачивали то есть то есть получилось что они немножко не фазе не зато что микрофоны не фазе они просто иногда бывает когда слин слишком широко они раздвинуты то есть по идее надо было может быть и поставить вместе но тогда они получается вот этой вот этой широты немножко монофоничный такой получается звук оверхеда то есть проще либо сдвинуть немножко панораму и посмотреть нам с фазой поиграться вот поэтому пишу на два разных каналов стереотрек редко для оверхедов использую только для обработки потом если сделать какую-то группу и на ней там что-то что-то сделать там компрессию какую-то пробовали точечные микрофоны ставите 480 акг использовали конденсаторный для записи оверхеда они хороши для вот какой-то такой музычки джаза когда вот прям шуршание пластика надо получить а эти достаточно такие крепкие и они шумные звуки передают очень очень хорошо сглаживая немножко какие-то акценты при этом оставляют эту лампу какую-то чем больше микрофонов тем тем больше проблем можно наловить фаз противофаз потом только время тратится на то чтобы сидеть и все эти фазочки там в программе естественно там все подвигать вот и немножко задержка всегда оверхеда идет при записи от планшотов тоже за этим надо следить потому что оверхед он может быть чуть-чуть сзади и вы не получите такого плотного удара ну вот надо посматривать за этим бывает музыка конечно когда я там снимаю снимаю барабаны там тремя микрофонами когда там человек что-то играет шуршание там нужно щетки браш там очень важно вот каждый каждый штрих установки получить вот там всякие мелочи какие-то это да а для такой драйвовый роковой музыки там достаточно получить хорошее качество ну как сэмплов понимаешь записывать поэтому особо в этом случае не заморачиваясь с установкой микрофонов собственно ну вот этого у нас нет микрофона сейчас просто уже разобрали тут мы все ну и секретов особых нет важно это хороший инструмент трудно испортить очень много зависит от барабанщика как он слышит свой звук он так и сделает настроить высотность инструментов там есть правила какие-то кто-то по правилам кто-то наоборот делает в разного разной высотности звуки пластиков чтобы они в резонансе были на другой звук дают но этот барабанщик должен знать ну мы-то знаем но просто если человек пришел он четко представляет себе что он должен на выходе получить вот поэтому с такими людьми работать интересно они все тут поставят покрутят послушают вот все настроит все нравится нравится лучше потратить время на вот эту настройку на общение с барабанщиком дать ему там в уши какие-то те вещи которые его подклёстывает кто-то любит слушать ударные свои наушниках кто-то наоборот хочет слушать только музыку ну у всех по разному желание ну сапкика мы не используем всегда можно какими-то аппаратными средствами либо подложить туда что-то какой-то сэмпл либо либо я потом покажу как это делается как можно даже какую-то коротенькую сухую бочку сделать сделать с помощью там пары тройки плагин сделать такой насыщенный вот используя там скажем кто реверок такой шумный до его укоротить после него поставить transient shaper то есть и да и с помощью его там понимаешь хвост длин длинной бочки можно там всегда к лазер еще там нужно что-то подшуметь вот поэтому сапкикам не пользовались в данном случае он как бы не нужен был просто нужен был хороший плёсткий удар потому что музыка простая и понятна этом как она должна звучать но разные 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 тоже используем технологии при записи барабанов иногда я в верх и даже не использую то есть ну когда нужно просто получить от барабанщика живое исполнение но очень хорошо получить ваншоты от каждого от каждого инструмента используем еще 149 нейман в моно варианте просто для такого шумного достаточно вот этого кухка кухонно барабанного звука вот еще его там всякими искажалками там искажаем да с реверами там интересные тоже получается тоже потом посмотрим как это можно будет сделать чтобы получить такой гранжевый звук такой но него зеппелин конечно что-то подобное шумный такой звук вот и раньше но поскольку пульт позволял там есть динамика на каждый канал есть гейты и все это все это было то есть мы настраивали на пульте уже гетировали заранее там какие-то том и вот потом с появлением средств современных уже все это ушло ну не нужно это как бы пульт инлайн он позволяет позволяет то что настроил писать сразу на дорожку магнитофон раньше использовали а сейчас естественно какая-то там дав любая как протуз в данном случае не всегда бывает нужно вот этот винтажный звук получить нужен нужен как практика показывает вот в качестве хороших сэмплов только сыгранных человеком живьем все равно все приходится потом ровнять двигать и там и так далее постараемся сейчас писать максимально вот звук исходный который есть в его установке чтобы потом можно было с ним там дальше чего угодно делать на что испортив при записи испортив на треки будет очень трудно достать оттуда какой-то послезвучие они из барабана то есть если ты пересушил там при при записи гейт неправильно использовал вот поэтому лучше следить за уровнем в основном вот и писать звук такой и и исходно исходно похожий на звучание инструмента ну записали сегодня гитару в этот раз использовали маршал голова отдельно и кабинет нужен был звук такой достаточно резкий и хорошо читаемый фонограмме поэтому использовали эту голову потому что есть еще там два или три комбика есть которые звучат помягче почему а к г 480 ну вот акустику и электрички вот что-то остановился я на ню так понравился он хорошо всякую читает вот это вот так струнную очень хорошо цепляет вот конденсаторный микрофон сегодня так вот записывали про просто просто вроде и и по и понятно но зато в результат хороший я не сторонник добиваться там каких-то звуков от комбика если это не музыка в которой там барабан и контрабасы какой лес пол там или или какой-то полноразмерная гитара джазовая да то есть достаточно хорошего источника лучше потратить 20 минут лишних на звук который ты хочешь записать и и да и ну и единственное там конечно надо полазить там посмотреть где хорошая отдача от комбика пробовали динамическими микрофонами пробовали я даже пробовал там какими-то вот такого класса уже там студии студийных микрофонов ставить для каждой задачи свои решения то есть ничего стандартного нету ну хорошо этот комбик здесь все не стоял слава богу а так мы принципе иногда бегаем с ними вот выискивая какой-то звук более более подходящий для для данного произведения лучше иметь возможность дальше мы даже не очень грузили звук потому что лучше дальше там его испортить легко то есть если записал чуть больше перегруза чем требуется обратно фарш не провернуть вот поэтому бы грузить всегда можно имеет какие-то аппаратные средства а вот вернуть чистый звук бывает очень тяжело поэтому я чаще еще пишу просто прямой сигнал с гитары а второй оставляю какой-то обработанный чтобы потом иметь возможность вернуться к исходному звуку использовать можно дебоксы реампинг то есть это такие так такие уже уже известные всем эти штучки ума сахар Продолжение следует...